Меня зовут Игнашов Богдан Павлович, город Куромайс, Николаевская область, район Богополь. Вот видел машинку Богдан у тебя, это именная? Именная машина для того, чтобы убивать сепаратистов, чтобы нагнать на них жути, для того, чтобы они убивают наших пацанов. Это неправильно. Они неправильно себя ведут, они приехали к нам на Украину, у нас же вроде бы отдельная, мы же отделились от них, правильно, они Крым забрали, все хотят забрать себе под свой лад. Мы как солдаты должны свою территорию отстаивать. Где ты служил? Сужу, 79-й, ВДВ. Уезжали, умирали пацаны, БТР подрывали. На Красном Лимане были. Все, все это как-то нет. Все, это борцы этот несчастный. Потом в Краматорске тоже я попал, потерял машину, в задний мост попало, взрыв был, потеряли солдат очень много. Мне пришлось уйти, потому что выхода не было, я отстреливался, они закидали нас гранатами. Вот и все. Опасная жизнь, поверьте, тут война. Это не шутки, я могу уже сказать, кто идет воевать, должен идти крепко, настроенный, воевать. Это реально надо брать автомат и стрелять. Потому что если ты не убьешь, тебя убьют. Сепаратисты уже знают. И ночью у нас слышим большие прострелы, дымовые шашки, скалаши стреляют, динамит бросают. Ну короче, бред такой, мы все время в блендажах, то так, то так. Высыпаемся, то днем, как, то может. Водителя все время отвечают за состав. Потому что берешь людей, везешь людей. Они до снайпера работают очень хорошо. Убирают моментально, только воевать стреливку. Они попадают в водителя, потом в бак и все. И сразу убирается весь взвод. Вот и все причины. Водитель отвечает очень много за шутки. Ну вот скажи, вот сейчас много ребят приходят у нас целые территориальные батальоны после первого мина, после первой мины, которая там упала. Контуженные? Сразу домой бегут. Я два раза контужен. К папе, к маме домой бегут. У меня тоже папа, мама, сестра старшая, племянница, невеста красивая. Я домой не бегу. Я патриот. Я не хочу, чтобы они приехали ко мне в Первомайск, и мое дитё перепевали. Я вам честное слово говорю. Я не хочу. Я буду автоматами, сука, стрелять столько и закидаю любого аромата. Я хочу, чтобы было всё справедливо. На полном серьезе говорю. И кто идёт воевать, он должен идти настроенный. Не за бабки, а за нашу Украину. Потому что деньги это не главное. В нашей жизни это дети. Дети и наши родители. Мы должны вернуться отсюда живые. Причём тут контуженные? Я тоже контуженный. Я боюсь даже ругаться с кем-то. У меня кляму отрывает. И что теперь делать? У нас есть своя земля, свой хлеб. Правильно? Свои дети. Школы, садики. Что это такое? Они приезжают, дети нам не пугают. Что это за... Скажи, вот мы сейчас можем, ну, мы будем это всё делать. И такое, ты можешь обратиться, вот, несколько таких вот обращений. Первое, там, скажем, к солдатам, ну, вообще к россиянам, которые там. Вот, что бы ты хотел сказать россиянам? Потому что это будет в интернете, они всё равно увидят. Хочу, что сказать, пацаны, мы все пацаны, не надо. Мы все, мы все раньше будем скоро с родителями. Не надо воевать, не надо. Ну, ничего к этому не... Мы просто друг друга перестреляем. Гаубицами, миномётами, автоматами. Мы просто переубиваем друг друга. И с этого ничего не будет. Поколения. Не будет поколений. Будут все коллеги. Знаете, о чём? Леба не будет, сына не будет, молока не будет. Останутся одни бабы. Всё. Это будет нормально? Это не будет нормально. Нормально мы ничего с этого не выйдем. А шлю им большой привет. Вот такой вот. Почему я никуда не убегаю? Вот побочек таких пацанов, которые реально, реально заседают. Реально будут стоять, отстреливаться. И реально стоять. И только... У меня кинта пробило две ноги. Снайпер пробил реально две ноги. И шо? И он, бедняга, заряжал, заряжал. И мне подавал. Я только стоял и дубасил. Комню Афоню, когда убил, а и шо? Я даже на тут талый дубасил дальше. И шо? Броник весь был покоцанный от осколков. Всё равно дубасил. А шо делать? У меня вон каска с двумя дырками, уже другую выдали. А воевать надо. По-любому надо воевать. А шо делать? А не буду я воевать. Они приедут, всё заберут. Они заберут дом. Они заберут, они моих родителей врабы. Зачем оно мне надо? У меня мама уже пожилой человек, папа пожилой человек. Я не хочу, чтобы у меня дитё... Зачем оно надо? Дитё хочет ходить в школу правильно, спокойно. Мы же украинцы. Мы раньше были россияне все вместе. Я не знаю, как это Ляшко или Юлька, или кто это сделал, чтобы были непонятки, чтобы мы разошлись. Вот к чему этот весь цирк вышел? У нас сынки по 18 лет. Это нормально. Они в плен берут, в трусах водят по городу. Это нормально. Это ненормально. Почему мы их не вводим? Правильно? Почему мы их не бьём? Почему мы их в плен не берём? Мы просто хотим, чтобы они с нашей земли отвалили. Всё. Всё. Наша задача. Чем больше, тем лучше их убрать. Снайперы знают свою задачу. Каждый вышел, сел на свой координат. И он пошёл. 10-20 голов он снимает. И он работает не на зарплату, как ихний. Один удар 100 баксов или 300 баксов за офицера. А у нас чисто за честные слова. Мы их просто чистим. Не надо они нам тут. Они просто не надо. А эти наркоманы, эти алкоголики, они такие шеи, блядь, понаедали. Без пона. Понимаешь, на нашей тушёнке. Вся Россия. Мясо, сыр. Всё. Мы прям туда. Как они будут жить? И Америка всё откажется. Что это? Нормально? И ещё вот привет можешь родителям своим передать. Вот родителям, девушке, ребёнку. Хочу передать привет своей любимой маме. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Зачек, скучаю за тобой. За папой скучаю. Люблю свою невесту. Я обязательно приеду, значит, на тебе женюсь. Целуй дочечку нашу. Ну и смотрите за квартирой. Чтоб было всё нормально. А, ещё одно. Передам привет Бурому, Столяру. И Павлику Черпову. Черпа малой. Дивись, малой, держись там. Я приеду, будет всё нормально.